привет дорогие зрители любители подсобного хозяйства вот в прошлом видео в комментариях написали попросили подробнее обзор как я доработал эту смазочную систему значит тут такая хитрость заводская идет почему ее потом переделал вот смотрите у меня трубка но вот этот старого образца аппарат у него штуцер вот какой посмотрите вот он вставляется на гайке прикручивается на новых уже по-другому я сейчас покажу у меня новый штуцер тоже есть и шланг здесь вот тоньше то они одинаковые вот и подачи и возврат к и значит хитрость заводского в чем что заборное отверстие делают слишком высоко они вот я эту проблему решил ну так что-то быстро прям как на коленке в общем я взял кусок такую простая изоляция от какого-то советского трактора блин петух этот в кастрюлю что ли просится но это и отдел дырочки сделал тут вот по бокам там вот ниточка ограничительная вот это масло ограничивает вот под нее сделал тоже дырочки отдел то есть повыше у меня получился нитку обратно вот вставил и то есть можно больше уровень масла наливать хотя у кого вот такие штуцеры если вот из старого образца можно сделать еще проще даже не меняя бутылек дырку такую же под нитку вот это отверстие ниже просверлить верхнее отверстие чем-то закрыть или изолентой замотать просто и проблема вот это решится еще чего я здесь сделал это вот этот возвратный штуцер снизу там он внутри тоже торчит где-то наверно сантиметр и вот пока там вот этот уровень масла не наберется он возврат не идет а когда там есть масло его вот этим воздухом гоняет то есть разбрызгивает она через выхлопные отверстия еще улетает я его разобрал напильником сточил таким полукруглым под самый самый не балуй то есть не все и все гораздо лучше заработала сейчас покажу как на дом и как эта система вообще работает как ее улучшить так вот новый аппарат у него уже хитрость еще хитрее здесь вот заборная трубка этот шланг он уже толще а этот видите сделали желтый мутный то есть вообще и когда доешь не видать идет ли у тебя какой-то возврат или не идет мы я его потом поменяю у меня есть такой купил случайно в этой вет аптеке это там для каких-то для для аквариумов в общем вот так вот а здесь внутри вот там у меня это штуцер заборная самое внутреннее отверстие в нем где-то восьмерка наверное а под нитку пятерка просверлена сбоку вот а здесь еще лучше бы сделано тут я даже не знаю как его сделать здесь штуцера то нету такого здесь вон какая всего трубочка воткнута и вот видите вот нитку уже даже видно вот она нитка торчит маленько нитка уже торчит это он уже плохо масло берет значит или вообще не берет а масло еще ну как сказать ну больше пол бачка вот со стороны кажется что он вроде полный а нитка появилась он масло уже не берет вот такая вот система вот ребята покажу на бумаге как она все это работает вот так примерно этот выглядит бачок штуцер в нем и вот они делают такую хитрость завода нитка у них вот где проходит буквально вот но может быть там чуть ниже если вот так это все выглядит значит ограничительная нитка вот это отсюда идет воздух то есть эта смесь получается чтобы много масла но не брала и отсюда вот заходит масло вот смотрите пока у вас вот такой уровень масла то он еще более-менее нормально работает но это тут расстояние незначительное то есть вот масло буквально только вот так вот встала все он у вас работает на сухую я говорю вот если у кого-то старого образца штуцеры тем проще сделать вот это нитку вытащить отверстия эти заглушители изолентой замотать просверлить вот здесь и отверстие вставить нитку опять и он будет у вас прекрасно работать но вот на новом аппарате здесь вот у меня просто в отверстие вот в это вставлена трубка и в ней нитка вот это вот как там решать проблему буду я еще не знаю не думал может быть у меня тут приятель дома запустил в токарный станок в 380 подвел нара может быть буду обращаться к нему чтобы он мне тоже вытащил такой же штуцер как на старом аппарате и вот это отверстие уже заборные буду делать снизу так что примерно вот такая вот система ну там уже каждый по возможностям и по фантазии ума дорабатывайте вот так и будет работать все нормально ну вот это заводская вот эта хитрость такая что они для чего они так делают это делать специально для того чтобы посмотрели вот вроде масса-то он полный ну значит все нормально а он его не берет работает на сухую и быстрее изнашивается чтобы вы быстрее покупали запчасти или другой аппарат значит вот так мне вот тоже тут товарищ один занимается тоже домашним хозяйством ну и мне говорит что это а ты промываешь свой аппарат вакуум вот этот ягрую зачем да ты чё я вот там раз в месяц обязательно соляркой промывают там такая чернота с него летит но я два раз пробовал после того как он доработал два раза пробовал его промывать но ничего вообще оттуда все чисто а он если у него работает на сухую так там вот шлак вот этот потом и вылетает то есть он снимает там вот этот шланг с вакуума и солярку в него поливает включает и заливает солярку и вылетает вот это все он горит чернота прям я не знаю я вот за 8 лет два раза пробовал все чистенько масло там меня полусинтетика какая-то залита вот тоже на разлив что в машину беру и этой туда же лью и все нормально так что вот так смотрите придумывайте переделывайте